Нам нужно больше денег, а значит надо больше видео, иди и делай видео. Ты не настоящий, уйди из моей головы! Привет, мои братья-славяне, с вами я, ваш верный друг, И сегодня, по просьбе многих миллионов фанатов славянского игропрома, мы начинаем лапать игру Сталкер Тень Чернобыля. Однако, вы, наверное, не знали, но помимо Сталкера, есть еще один СНГ-шедевр под названием NextRP, бесплатная ролевая игра в открытом мире. Настоящий российский город со знакомыми улицами, трущобами, магазинчиками и атмосферой прямо как в жизни экспириенса. Выдающийся список знакомого нам авто, да-да. Ты без проблем можешь покатать на батиной девятке и при этом не получить от него поебанды, перестрелки, уличные гонки, в которых ты давно не был, и просто много рофлов. А удобный голосовой чат позволит тебе чилить со своими друзьями без необходимости набирания длинных сообщений. Просто скачивай лаунчер, запускай его, и игра установится сама. Век технологий, так сказать. Переходи по ссылке в описании, и будь среди тысячи игроков, которые уже веселятся и ждут тебя. НЕКСТ РП Ссылка в описании к видео. Поначалу я очень сомневался создавать ролик про игру Сталкер, потому что очень многие недальновидные игроки могут сказать мне, ты чё, дурак? На улице 2019 год, не тому твой свалкер уже не сдался, его все закопали, отпели, забыли и ушли играть в игры, которые хоть немного похожи атмосферой на Сталкер, но при этом запускаются и не вылетают. Но это абсолютно не так. Игра всё ещё популярна даже спустя столько лет. Конечно, некоторые фанаты, слабые духом и умом, перестали ждать вторую часть и ушли гамать в метро 2033, которая типа похожа на Сталкера, но на самом деле не похожа на совершенно разные миры. Вы даже книги не читали, чтобы их сравнивать. Одна про постапокалипсис типа Фолоча, а другая про фантастику и науку типа гайдов по сборке ПК на основе Ризона. Ходят слухи, что данные звуки вызывают от роли фанатов Сталкера эрекцию, которая может продержаться аж целые сутки. В игре несколько уровней сложности. Новичок для сиси-боев, сталкер для анимешников, ветеран для молоденьких мальчиков и мастер для настоящих суровых любителей зоны, которые спокойно могут подойти, схватить тебя за пах, утащить лабораторию Х-18 и сделать с тобой такое, что ты потом месяц будешь ходить походкой кавалериста. А под конец, когда ты дрожащими руками соберешь свои вещи и отправишься на выход, он затянется самокруточкой и скажет Ну проветришься, заходи. Поэтому я выбираю именно эту сложность, потому что только она может доставить каноничный экспириенс. Сама игра начинается с ролика, где мы видим, как грузовик компании Мираторг везет новое сырье на их чавовки. Но поскольку даже природа мать знает, что продукция Мираторга это кал, она ультует в грузовик и спасает множество людей от диареи, оспы, чумы и эрозии заднего прохода. Тут, как тут, неподалеку появляется местный мародер, который решил полутать грузовичок, но как оказалось, в нем был живой человек. Он понял, что на этом можно заработать денежку и понес челика к барыге Сидоровичу, который, видимо, решил суициднуть свою сраку, отведав ножку кисимяки. Но благо его вовремя отвлек мужик с подгоном. Правило знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Они мигом лутают у пацана телефон с призывом убить некого старелка, и мы совсем не знаем, кто этот старелок на самом деле. Пожалуйста, хотя бы сделайте вид, и я тоже сделаю вид, что не знаю, и не буду шутить, что это смс-ка на самом деле призыв к самовыпилу от синего кита. За эту фигню я дам тебе... В общем, с этого и начинается игра. Короче, Арчиной, я тебя спас, и в бун играть не буду. Сидорович заявляет, что раз он спас конченого, да-да, именно он спас, ага, то теперь главгерой должен отработать это спасение, побегав кабанчиком по его поручению, во время которых можно легко отбросить копыта. По сути, именно из-за этого у многих недальновидных людей сложилось мнение, что Сидор жадный. Но это не так, и на самом деле он ведет себя как самый обычный дед, который хоть и напрягает внука на огороде, чтобы он сам мог с мужиками водки попить, но при этом все равно любит внучару этого тупого. Для начала он отправляет найти у некого челика флешку со всеми выпусками манги Дворец Звезд. Но как оказалось, сейчас пацанчик находится в лапах бандитов, которые являются олицетворением всей славянской культуры. Договариваемся в лагере с мужиком, чтобы отбить несчастного и меня отправлять на встречу местной компашке, которая готова к действиям. Я же по пути натыкаясь на военный вертолет, где военный показывает себя во всей красе. Скажу сразу, что в этой игре есть разные фракции, и самое худшее из них это военные. Они даже хуже бандитов, даже хуже фури, даже хуже косплеерш, которые решили стать стримершами. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать. И вот мы с пацанами идем на забив. Как вы можете заметить, поначалу я стреляю как умственно недоразвитый, но со временем мой скилл поднимется. Вот увидите. А вообще иногда у меня складывается ощущение, что мы тут все альтернативно одаренные. Хотя ситуация кардинально меняется, когда у нас в руках появляется хоть что-то, кроме всратого пистолета. Убиваем всех негодеев и отбираем нужную нам флешечку. На обратке я натыкаюсь на первую аномалию. Это самое безобидное, но все равно лезть в нее не стоит, а то мы быстро без писюна останемся. Зона! Опасно! Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Надевает мужик шляпу, она ему как раз. А поновее ничего нет. У меня тоже было так ладонь рассадить. Отдаю все Сидоровичу, и как бы это ни было странно, но теперь мы вольны делать, что захотим. Мы, конечно, можем двигаться дальше по сюжету, но я вам настоятельно рекомендую взять у маразматика пару сайт-квестов, повыполнять их и просто пожить в этой самой зоне. Ух ты, какой милый песик! А вот тут на переходе стоят вояки, которые с обычных ребят требуют ладечку за проход, но я пацан нормальный и каким-то беляшам зеленым свои гроши отдавать не собираюсь. Вот это я, Джон Уик, вау! Пип-пип-пип-пип-пип! По моему прохождению хоть боевик снимай... Хе-хе-хе-хе, дебил получил! С элементами драмы, комедии и отсылками на Эммануэль. Сейчас я залутаю ваши партки и продам их содержимое Сидоровичу за копейки. Иди сюда, псина! Папа хочет кушать собачий анус в майонезе! Как многие из вас знают, Сталкер сделан вдохновляясь пикником на обочине, где тоже затронута тема зоны! Хоть я и буду вам тут сейчас Сталкер спойлерить как могу, но вот пикник на обочине не буду, ибо произведение эпичное и по-простому гениальное. Очень советую вам прочитать, особенно если вы фанат Сталкера. О, а вот и Тимка Вист на страже лагеря. Ты, конечно, не Вова, но и тем лучшее для тебя. Живи, братан. Я, кстати, тут потихонечку денежку зарабатываю уже целых 11к. В этой игре нет прокачки видеоопыта, так что считайте рубли вашей персональной экспой, так как на неё вы будете покупать оружие, броню и нямки, без которых в зоне вы, скорее всего, сдохнете. Прям... как... в жизни! Опаньки, а вот тут у нас артефактик лежит, который за неплохие деньги можно продать. Сами артефакты также взяты из пикника на обочине, хоть и не дословно. Просто в книге были артефакты одни, а тут совсем другие. Сюжет в самой игре просто как лемба с маслом. Конченому надо найти стрелка. Правда, почему, он и сам не знает. Параллельно мы должны помочь торговцам открыть путь в центр зоны. Потому что никто не знает, что находится там, но, скорее всего, много артефактов и прочего барахла, которые можно продать. А ещё, по слухам, там находится золотой шар. Кхм-кхм. То есть монолит. Огромный булдыжник, который может исполнять желание. Есть ещё слух, что тот самый стрелок нашёл путь к центру зоны, но как никто понятия не имеет. Всё, суть сюжета вам рассказал. Теперь можно бегать дальше, фигней страдать. Ого, смотрите, мутирующая сынья бежит. Не буду шутить про Кузьму, так как шутка уже заезженная. Поэтому просто приделаю им бороду и скажу, что так я выгляжу, когда покушаю хрумок на ночь. В этот момент я имею привычку ненавидеть себя. Nothing personal, kid. Ненавижу. Просто, когда нычки с лутом лежат в хитро выпрыженных местах. И чтобы к ним подобраться, я должен своей причинтал радиации оплавить. А вдруг они у меня потом мутируют, обойдут разом и уйдут работать на завод. Тут вы можете наблюдать, как местные пытаются отжать у подписчика его только что купленную версию Super Mario Maker 2. Но подобное мне не по нраву. И поэтому я спасаю работягу своим фирменным приёмом с полуметра в рылах. Вы только посмотрите, сколько здесь артефактов. Вау. На полученные с них деньги я наконец-то смогу купить себе игровой макбук. Правда, тут вокруг много аномалий, но я думаю, справлюсь. Ну, не-не-не, отпусти, не надо, я больше не буду отпусти. Ну ладно, я хотя бы попу... Да боже, хватит, я уже мёртв, ну господи. Чернобыльские аттракционы позволят вам испытать полный спектр эмоций и познать, что такое веселье по-славянски. Есть один момент в игре, который меня бесит просто жуть. Периодически мы будем находить записи людей, которые где-то зарыли свой лут. И по сути, этот лут можем найти мы сами. Но! Допустим, сейчас я захожу в тоннель полной аномалии и нахожу тут сумку, в которой ничего нет, так как я не нашёл записи об этой сумке, но вот когда найду запись, то сразу магическим образом тут будет что-то ценное. Это убивает во мне вообще любое желание лезь куда-то искать секретики, потому что даже если я залезу в какую-то жопу с потенциальными сокровищами, есть огромная вероятность, что там будет огромное НИЧЕГО. Сейчас я двигаю в местных, где происходит махач. Местный челик должен помочь мне найти тайник стрелка, который находится в канализации. Я, конечно, полезу туда, и с виду тут лишь пара бандитов, но... Не-не-не, я чё-то туда не хочу идти. Не, ну не то, чтобы я сыкич, но просто... Мамочки! Помогите мне, сейчас буду делать летальный сосай! Конечно, я нахожу НИЧКу стрелка с лутиком и сообщением от некого призрака о том, что Клык погиб. Кто эти люди, я, конечно, не знаю. Да и зачем оно нам надо? Пойдём лучше дальше веселиться, ловить ехидные гейлиш-смайлы. Правда, мне надо сначала отсюда выбраться и... Э-э-э, не-не-не-не... Не, я не пойду в этот коридор. Давайте искать альтернативный путь. Но я не хочу туда сейчас идти, там сейчас злой НЛПшник выйдет и будет мне в мозги фливать произведение Юрия Никитина. Ну всё, походу мне пиз... Теперь я нахожусь на военной базе, где мне, словно Рэмби, надо устроить тотальный экстреминатус. Конечно, ходит слух, что в этой игре есть стелс, и я мог бы тихо пробраться мимо солдат и забрать документики, нужные торговцам. Но мне тут стелс не попадался даже в виде аномалий, так что действую по-стандартному, всех убью один останусь. А вот это местное городишко сталкерский, где мы можем отдохнуть, заценить юродивых работяг, подраться на арене и выпить в баре сто рентген. К этому моменту я уже, кстати, накопил аж 85 тысяч, просто потому что лутал все их всех как вне себя и выполнял задания Сидора. Среди которых иногда попадались заказы на сталкеров, которые ему были не особо по душе. Эх, земля тебе пухом, Женя бомж, ты погиб просто потому, что так захотел старый алкаш. Далее по сюжету мне надо найти ключ, чтобы пробиться к некой лабораторию, в которую я лично идти не желаю от слова совсем. Правда, нужный ключ находится на базе бандитов, в которой мы устроим дискотеку века. Но, для начала я все-таки решил проверить, действительно ли в этой игре есть стелс. Ну, как говорится, есть, но не по вашу честь. Ну что ж, тогда придется по старинке. В конце концов я нахожу все то, что мне нужно и магическим образом лутаю закрытые шкафчики. Кто-то скажет баг, а я скажу аномалия. А еще я нахожу бандитский склад с ценностями в виде десятков бутылок с водярой, но они весят все слишком много, и я все это унести не могу. Так что остается только один вариант. Бухать! От Волги! Ой, а что это тут так... О! О, кто-то трупики незалутанные поставил. О, нет, только не опять. Теперь, когда у меня есть нужные ключики, я могу отправляться в лабораторию X18, где тоже должны быть нужны торговцам документики, которые могут подсказать, как пройти к центру зоны. Сразу говорю, что это место жуткое, и тут происходят вещи такие, что неподготовленный игрок заслез свои штанцы так же, как европеец на Варсонге. Так, не, вот, вот, вот это шняги мне Варкс Фатали схватило, так что давайте прекращайте. Да хорош, а то я сейчас из игры выйду! Вау, огненная летающая аномалия. Думаю, хуже уже не будет. В такие моменты понимаешь, как же велик славянский игропром. Если бы не Кризис в 2008 и Трабл с издателями, то уверен, что подобных игр вышло бы больше. Да, они забагованные и всратые порой, но чёрт побери, какой же у них шарм. Именно такие мысли были у меня в голове в подобный момент. Видимо, мой мозг пытался хоть как-то отвлечь меня от обсирания штанов. Да какой ещё код к двери? Пустите меня отсюда, пожалуйста! О, да это же Капитошка! Несмотря на мутантов, ужаса и кучу аномалий, я таки нашёл нужные бумаги. Таким макаром мы плавно движемся по сюжету и совсем скоро сможем оказаться на пути к срокофагу Чернобыля. Скорее ворота открывайте, за мной злая СБ-чка бежит! Сидорович мне спецзадание дал! Забрать у военных чемоданчик с важными бумагами, но! Главное зря не лезть на рожон и солдат лишний раз не уби... Я машина, я убийца! Забрал я чемоданчик, убил всех солдат и наткнулся на забавную локацию. Окраина зоны. Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Наверное у каждого в классе был девич, который всем говорил, что заходил за эти ворота и там короче новые локации, были миссии, можно было хоть до Киева дойти. У нас такой был, но в один момент он налил себе руки жидкое мыло и начал тыкать в лицо одноклассницы, говоря, что это его малафья. После уроков её парень разложил рожу шутника на вокселе и собрал из них игру вангеры. Кстати, к этому моменту игры у меня уже 150 кассиков, ага, я богатенький. Теперь можно спокойно забивать болт на сайт квеста и двигаться дальше по сюжету. Из всех полученных данных мы узнаем, что на пути к АЭС стоит прибор под названием выжигатель мозгов, который любого подошедшего превращает в либертарианца. И теперь нам надо узнать, как его отрубить, чтобы спокойно пройти. В этом нам помогут учёные, которые по натуре свои настоящие учёные, а не гуманитарии какие-нибудь или сторонники современного научпопа. Путь к учёным не близок и состоит он из пострелушек, которые постепенно превращают игру из сталкера в пейнкиллер. Тут мы по пути помогаем профессору Круглову, который похож на знантом так забухавшую версию Мистерио. Вместе с ним проходим сквозь наёмников, тоннель с рофлами и торчками, которые походу дунули сладко. Наконец-то мы доходим до научного лагеря, которым заправляет профессор Сахаров, который знаменит тем, что додакнет вам, даже если вы будете за 30 километров от этой базы. Да-да? Да-да? Учёные дают особые наушники Razer, с помощью которых мы сможем проникнуть в лабораторию X16, где находится некий пси-излучатель, который превращает рот в людской неподалёку в отсталых. Конечно, мне придётся туда идти, хоть я и не хочу, и я не устану повторять, что все эти лаборатории тут страшные, жуткие, и вообще, я слышал, что это игра про чики-брики, а не зомбари и прочую шушеру, которая меня пугает. Разрабы, вы меня слышите? Вот так выглядели юные детишки, которые играли в вашу игру в 2000 каком-то там году. Григорьевич, ты погубил их? Ну а честно говоря, это лучше, чем боевать кучу солдопонов в кишкообразных локациях. Всё-таки игра больше про атмосферу, чем про шутер. Поэтому от таких людых походов в центр ада я получаю гораздо больше удовольствия, чем от перестрелок с десятками противников. Теперь нам надо за определённое время дёрнуть серубильники, параллельно отстреливаясь от зомбарей одной рукой и придерживая оторванную жопу другой. Дёрнув за последний рычаг, мы видим кат-сцену промеченного, которого дед называет стрелком. Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезь не туда. Почему я не знаю, видимо, аномалия, потому что там сказали бить стрелка, а я-то уж точно не стрелок. И честно говоря, вне контекста, по крайней мере для меня, она ничего не говорит. Так что давайте просто забудем про неё и вернёмся к тому, что я весь побитый и без патронов собираюсь уходить обратно. Но тут на пути ещё один мозгодавт, чёртов, оставив меня в покое, не надо залезать мне в голову и показывать фансервис по списку Шиндлера. Тут же мы находим труп призрака, другана стрелка. Вот водился бы со мной, а не со всякими стрелками-обдричинами, то был бы жив. У него же находим документы из здешней лаборатории и даём отсюда дёру. Знаете, я по натуре своей достаточно пугливый, поэтому зарёкся никогда, слышите, никогда не делать ролики по всяким ужастикам. О-о-о, вот как заговорили про всякое говнецо на Юнте, так сразу Хэппи Вольф появился. Но не суть. Сталкер во многих моментах жуткий и страшный настолько, что современные фильмы, чья цель напугать зрителя, просто меркнут по сравнению с этой игрой. Не, знаете что? Пожалуй, я не буду. Не, пожалуй, это будет единственный сталкер, который я пройду, иначе до зова Припяти я просто не доживу. Получаем от Сахарова сахарное спасибо, его фирменное... Да-да? ...и двигаем к бармену с бумагами. С помощью этих документов мы узнаём о машине по выжиганию мозгов, которую, конечно, мы должны будем отключить иначе просто никак. Кто, если не мы? Пушкин, что ли? Но, перед этим мы по наводке записи призрака идём на встречу с неким проводником, который должен нас помести на человека, который знает стабилка лично. Теория рукожопатий по-зоновски. В иной ситуации я просто забил бы на это болт и сразу пошёл бы к выжигателю мозгов, но, к сожалению, так мы пропустим трули-эндинг и не узнаем, что же за нечисть тут происходит на самом деле. Может быть, под саркофагом лежат сокровища? А может быть, там лежит версия Дворфортрес, адаптированной под современные процессоры? Находим мужика и узнаём, что нужный нам работяга сейчас сидит в том самом логове стрелка. Идём к тому месту, натыкаемся на растяжечку, теряем сознание и вуаля! Эй, стрелок! Давай, давай, приходи в себя! Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Как вы поняли, главным твистом игры является то, что конченый это стрелок. Вот это поворот, да? Дед по кличке Доктор рассказывает нам, что монолит существует и создан не природой, а иллюминатами, которые с его помощью скрывают свои грязные делишки. Однако, у нас есть возможность рассказать эту тайну с помощью специального дешифратора, который сейчас заныкан в Припяти. После того, как его заберём, нам надо будет двигаться к саркофагу в район четвёртого блока, где мы дешифратором взломаем убердверь, ведущую в секретной лаборатории. Там нас и ждёт наш финал. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это всё, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. Правда, перед этим есть ещё отрывок игры, где мы решаем, на чьей стороне выступать долговцев или свободовцев. Это такие местные клоуны, которые грызутся друг с другом ради абстрактных зоновских идей. Эй, стой, сталкер. Ты на территории свободы. Чуваки, противник! И которых ни один адекватный сталкер воспринимать не будет. Они, конечно, не такие мрази, как военные, не такие меметичные, как бандиты, но благо у меня есть выбор, так что я посылаю и тех, и тех на три буквы и иду своей дорогой. Дорога к выжигателю мозгов сложна и опасна, так как на нашем пути стоит группировка монолитовцев. Если вы не знаете, то это местные поехавшие, которые считают, что кусок булыжника, созданный каменщиками, на самом деле послан нам космосом. Коротко говоря, они просто ёбнутые. Поскольку игра меня закалила и выжгла мою нервную систему, в лабораториях я уже толком ничего не боюсь и просто делаю то, что от меня требуется. Правда, после того, как я дергаю за рычаг, нас снова колбасит, и мы слышим голос монолита. Твоя цель здесь. Иди ко мне. То же самое можно услышать от батя, когда он сидит в толчке, а последняя толканка находится у нас в руках. Твоя цель здесь. Иди ко мне. И вот тут начинается сумасшедший дом. После того, как мы открываем путь на зону, все группировки, все сталкеры, просто как поехавшие двигаются к корпусному центру зоны в поисках наживы и приключения на свою пятую точку. Отряд Свободы, прием. Это командир спецотряда Долга. Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе. Ты че вообще тут раскомандовался? Ща мы вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливим задницы. Нам же ничего не остается, кроме как пробиваться с криками Слая Марбо. Уже в самой Припяти мы находим дешифратор и записи стрелка, которые я так и не понял, как прочитать. Дыка очень волнует, что думает, это стреляло. Вот дали бы мне записки кончено, вот тогда да. Про то, что будет дальше, мне даже говорить на самом деле неохота, потому что тут украинская игра плавно превращается в российскую. Происходит лютый фарш и шутер, даже не в стиле Call of Duty, а в стиле крутого сэнма, в котором я отказываюсь участвовать и просто бегу наконец под уютное крылышко саркофага. Тут много людей, но мое пау-пау и пиу-пиу сильнее, так как, о, а вот и монолит прямо в жахнувшем блоке. Даже не вздумайте шутить про графит. Don't fuck around with it. Если я приближусь к монолиту слишком близко, то игра закончится и наступит плохая концовка, поэтому я отсюда ухожу. Нам нужна вот эта дверь, взломав которую, мы находим комнату с управлением монолита. Тут я все сломал и был прав. Внезапно к нам приходит голограмма с ответами и сомнительными предложениями. Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Эти иллюминаты насмотрелись Евангелиона и, видимо, приняли его не за аниме, а за очень реалистичную документалку. Поэтому они решили просто взять и совершить слияние с информационным полем Ноусферой. Мол, с помощью этого поля они смогут устроить мир во всем мире и настроить сознание людей на добро и позитив. Однако мы, евреи, устраиваем это и без ваших информационных хуймунь. Что-то пошло у них не так, кто бы сомневался. И из-за их эксперимента жахнуло такой силой, что образовалась та самая зона с артефактами и мутантами. Также они с помощью всяких выжигателей программировали людей по программе Сталкер и заставляли их делать всякие полезные дела для защиты АЭС с учеными. Или же просто присоединялись к монолитовцам. Однако, конченый он же Стрелок так заколебал всех своими походами к монолиту, что они просто взяли и решили его заказать. Но и тут все не так просто. Каким-то макаром Стрелок мало того, что оказался жив, так и сам вроде оказался перекодирован по системе Сталкер, о чем говорит его татуировка. Если я не прав, то поправьте меня, черт побери! Как же тут все запутано! И как-то так вышло то, что этот дебил получил заказ на самого же себя. Ученые дают нам на выбор два пути. Либо мы присоединяемся к ним и вливаемся в информационное поле, либо идем против них дальше, а там будь что будет. Я решил их убить и уже сто раз пожалел об этом, потому что я не знаю, кто занимался последними часами игры, но это уже какая-то садомия, знаете ли. Чтобы добраться до ученых, мы должны сквозь полчища врагов прыгать по порталам, и при этом пытаться выжить. Не знаю, как остальные игроки, но к этому моменту у меня уже нет ни аптечек, ни патронов, ни остатков хоть какого-то рассудка. Помогите, я тут скоро стою! Меченый? Какого черта? Мы добираемся до капсул с учеными и расстреливаем их, надеясь, что это приведет к чему-то корочему. И судя по финальному ролику, что-то хорошее действительно случилось. Потому что я сомневаюсь, что в зоне спокойно летают стрекозы и растет зеленая трава. Уверен, что в следующих частях игры все хорошо, все живут счастливо, а мутанты стали хорошими прямо как зверушки из Диснея. Это был сталкер Тень Чернобыля, мои дорогие друзья. Скорее всего, это только первая часть данного рассказа про серию этих замечательных гор, а возможно и последняя. Замечательно! Какая прелесть! Но если быть честным, то игра мне понравилась. Нет, реально понравилась. Тут и атмосфера мрачного Урюпинска, и поиск всякого мусора ради бабличка, и даже возможность понаблюдать за жизнью зоны. Которую ты при желании можешь вырезать все. Конечно, она во многих местах забагована, но хей, как говорят фанаты сталкера, это не баги, а аномалии. Мной официально подтверждено, что сталкер заслуженно считается важной культурной единицей, которая оставила вслед в сознании геймеров на территории СНГ и не только. А на сегодня все, мои дорогие друзья. Если досмотрели ролик до конца, то не поскупитесь на лайк, а иначе он снова придет и будет меня пиз... Ты скотина, еще жаловаться у дома? Нет, не надо, я лишь лайки цыганил, ай... Ай, не надо, ай, не стукай, ай... Субтитры сделал DimaTorzok